Здравствуй, Алексей. Привет. Привет всем. Всем привет. Как поживаем? Ну, вот заканчиваются летние каникулы. Пора на работу выходить. Отгремела Олимпиада. И сейчас после всех этих телевизионных переживаний возвращаемся к шахматам. Впереди огромная-огромная насыщенная осень. Но для начала у нас будет Блиц-разминочка. Мы посмотрим, как Карлсон с Грещуком играют в полуфинале Блиц-чест-баттл. На сайте chess.com А у нас пока разминка перед разминкой. Вот тут какие-то, видимо, сильные гроссмейстеры играют по минутке. Мы ждем, когда появится официальное начало этого матча. Я не знаю. Если кого-то отвлекает, я вообще могу это убрать сейчас. Да ничего, я считаю, пусть люди посмотрят, вспомнят, как ходят шахматные фигуры. Это полезно. Ну, я напомню материальную часть. Итак, у нас нокаут-турнир. Было семь приглашенных участников. Один участник отобрался по результатам большой швейцарки. Ну вот, прошли четвертьфинала. Я надеюсь, что многие из вас, дорогие зрители, смотрели. И четыре, не то чтобы счастливчика, но просто победители четвертьфинала. Сейчас у нас сойдутся в междоусобицах. Магнус Карлсон играет сегодня с Александром Грещуком. Кстати, очень принципиальное соперничество. Я сейчас раскрою эту тему как подробнее. И во второй день, то есть завтра, у нас Накамура сыграет против вашей Лаграва. Ну, в общем, не случайные люди остались-то. Не случайные. Конечно, конечно. Здесь класс высочайший. В Блиц играют все виртуозно. Да и просто шахматисты замечательные. Так что давай по формату. Дорогие друзья, как минимум три часа действия нас ожидает. Полтора часа шахматисты будут биться с контролем. Там пять минут и две секунды добавления на ход. То есть это мягчайший такой Блиц, фактически переписочный. Когда можно попить кофейку, где-то отойти от шахматной доски. Где-то, может быть, взглянуть на нее философски. Затем час с контролем три плюс две. Три минуты. То есть две минуты убираем у каждого человека. Чуть-чуть пожестче. Уже действительно кофе не попьешь. И потом полчаса с контролем одна минута и одна секунда добавления на ход. Ну, единственное только вкрапление в шахматы Фишера. Сыграют с каждым контролем по одной партии. Для начала. Да. Ну, что у нас получалось по нашему опыту? Все-таки этот контроль уже использовался в финальных матчах. Сколько у нас влезало партий? По-моему, по восемь где-то или по сколько там? Шесть или семь или восемь партий, по-моему, только влезало с контролем. С таким самым длинным, да? Да, не так-то много партий. Ну, на всякий случай скажем, что просто суммируются все очки, набранные во всех партиях. Ну, вот, например, последний там четвертьфинал. У нас был Карлсон против Тиграна Петросяна, который как раз отобрался. Счет был общий. 21-4 в пользу Карлсона. То есть всего 25 партий у нас вместилось в этот матч. Ну, сегодня примерно столько же должно вместиться, я думаю. Наверное, да. Ну, там был один эпизод, когда играл Хикару Накамура с Пенталой Харикришной. Там как-то борьба все время затягивалась. Причем, мне кажется, Накамура контролировал ход событий и возил какие-то иншпиля взад-вперед. Когда это по пять минут, особенно, когда они играли. И по три. Поскольку ему было чем меньше партий в этой, ему было лучше. Ну, наверное, было бы все равно. Я думаю, он и так бы выиграл. Но, в общем, ему как специалисту игры по минуте было еще выгоднее, чем меньше партий сыгранных с длинным контролем, тем лучше. Ну, я не знаю. В данном случае, я думаю, что шахматистам будет не до этого. Здесь битва будет нешуточная. И, на мой взгляд, силы-то примерно равны. В общем, да. Я напомню, что в начале июня в другой шахматной зоне, ну, хорошо, скажу честно, ICC, там был турнир, и там тоже была нокаут-система. Так вот, Грещук одолел. Одолел Карлсона как раз тоже в матче. Так что, я думаю, что чемпионы мира настрой сейчас серьезный. Вообще, чемпионы мира не любят, когда их обыгрывают. Это их общий недостаток. Да, это их ментальные особенности. И поэтому, конечно, зуб-то, я думаю, уже вырос на Грещука у Карлсона. Да, я думаю, что скорее всего. Поэтому. Так, ну, тут опять мотуют кого-то. Да, ну, в отношении Грещука, я скажу, Саша играл очень мало. Что он вообще сыграл в этом году? Он сыграл несколько партий в командном чемпионате России. Мы немного освещали. Там он как-то себя вообще не проявил никак. Вот, а потом он вообще нигде не играл. До коротенького матча с Дингли Женем, который он обыграл со счетом 2,5 на 1,5. Но я-то комментировал и смотрел все партии. Там могло и 4-0 быть. Ну, играл так хорошо. Играл впечатляюще, просто играл впечатляюще этот матч. Не хватило где-то в реализации, может быть, отсутствия практики просто. Но, в принципе, играл со вкусом так, свежо. Ну, действует по-ленински. Лучше меньше да лучше. Ну, наверное, но учитывая, что Олимпиада... Вообще, я не знаю, мое мнение совершенно постороннее. Я вот никого не представляю в плане Олимпиады, ничьи интересы. Но мне кажется, что российская команда всерьез намерена побороться с американцами. И не вижу, почему бы и нет. Наверное, подходят всех в хорошей форме, мне кажется. Никто не переиграл, не устал. Да, вот этого точно нет. Это одна из ошибок, которые допускали российские шахматисты. Много-много предыдущих Олимпиад. Потому что у всех личный график очень серьезный. Но сейчас командный интерес поставлен во главу угла. И все готовятся сейчас на сборах. Все сидят, понятное дело. Ну, мне понравился твой оборот, Алексей. Побороться мы можем побороться с командой США. Да, то есть, ну, я думаю, что... Так получается, но раз они... Китайцы есть еще. Нет, ну, я понимаю. Разумеется, есть китайцы, которые не хуже никого. Это понятно. Ну, просто такой ажиотаж вокруг вот этой новой сборной Соединенных Штатов. Да. Ну, я так скажу, ну, не могу сказать, что у меня какой-то взгляд изнутри. У меня никакого взгляда вообще ни на что нет. Но мне так кажется, что вот эти ребята, Накамура, Каруана и Со, они играли тут в основном между собой. Ну, вот в этом узком между собойчике. Поэтому совершенно непонятно, в какой они форме подойдут к Олимпиаде. Потому что перестройка вот с игры в элитных турнирах на игру, ну, скажем так, с какими-то разными противниками, что им произойдет на Олимпиаде, это дело не такое простое. Конечно. Но, тем не менее... Алексей, давай отметим факт. Со времен Фишера, наверное, у сборной США не было настолько сильной команды. Вот реально, чтобы это было реально настолько прям фаворит. Потому что сейчас они вторые по рейтингу и лишь чуть-чуть уступают России. Ну, это, в общем, выдающийся... А в чем дело со времен Фишера? А что там была за команда? Был Фишер и никто. Нет, нет, нет. Ну, Фишер, Решевский. Я имею в виду еще те времена, когда... Так, результаты этих команд можно мне напомнить? Они второе место хоть раз заняли? Да, конечно. Потому что команда моего разлива, например, мы все время претендовали на первое место. Хотя у нас никаких звезд не было. Звезда это был я на первом месте. Ну, тем не менее, при всем уважении. При всем уважении все-таки тогда был Фишер, был Решевский, был там еще другие, крепкие достаточно, гроссмейстеры. Тогда ведь вообще гроссмейстеров было не так много в мире. Тогда просто без Рэби было такое. Я нахожу, например, что... Разумеется, эта команда самая сильная американская команда, которая была когда-либо, но как-то, в общем, понятное дело, да. Американцы не причисляли себя к фаворитам никогда, я думаю. Ну, если реально посмотреть на вещи. Но сейчас у них есть на это основания. Конечно. Кто-то сказал, о, Challenger Spy говорит, Мамедиаров не играет. Это как? Это на каком основании? Это что-то я впервые слышу. Ну, кстати, насчет того, кто не играет на Олимпиаде, к сожалению, у многих не будет играть. Это не про то этот разговор, это не про блиц. Не, Алексей, не отвлекайся, вот не надо отвлекаться. Нет, ну я смотрю, я жду, когда появится Грещук, но... Так. Насчет того, кто не играет. Значит, в сборную США не попал Гатакамский. Для меня это был некоторый сюрприз, но, видимо, молодежь поджимает. Да, я правильно понял? Нет, ну реально по силе он не может туда попасть сейчас. Ага, вот как? Нет, уже сила игры уже далеко не так. Во второй команде бы он играл, да. Понятно. Я думаю, не на первой доске. Понятно. Ну, зато там играет Карлсон за сборную Норвегии, там играет Грещук за сборную России. И, конечно же, и Накамура, и ваш Елограф, вот они представляют свои сборные, сейчас разминаются в блиц. Осталось у нас пару минут, кстати, формально. Я не знаю, как ребята приступят ли вовремя. Ну, вот я не знаю. У меня так вообще заканчивается уже. Ну, дело в том, что я уже не буду больше секундомер включать, поскольку это все равно мои предположения. Моя задача в том, что вот когда начнется, первый ход будет сделан, я должен буду включить отсчет начием с 90 минут. Потому что это важно для нас, чтобы мы знали, сколько еще партий влезет в этом формате. Ну, вот я внимательно слежу за ивентцами, так как по-русски так сказать. А, не вижу пока в этом списке наших ожидаемых гостей высоких. Сергей, а мы не забыли, а в Фишера-то они будут играть? Конечно. А, первая партия будет в шахматы Фишера, да? Я так и сказал, да. А я прослушал, я прошу извинения. Ну, еще раз приветствуем тех, кто у нас в чате. Добрый вечер, добрый вечер. Мы просто отвечаем всем вам, дорогие друзья. Зовите знакомых, зовите друзей, родственников и дальних, и близких. Давайте действительно вспомним про шахматы и насладимся этим зрелищем. Просто блиц это настолько динамично, интересно, эмоционально, что не пожалеете. Может быть, даже людям, которые ничего не понимают в шахматах, но могут сопереживать. Я согласен. Вот тут меня спрашивают, как я в Миннесоте сыграл с Бартоломью. Выиграл я у него, правда, может быть, повезло. Честно говоря, Эншпиль-то был ничейный. Но там уже на добавление по 30 секунд он крепость не удержал. Черными я играл. Преимущества у меня никого не было. Даже пешку пришлось пожертвовать, чтобы в Эншпиль перейти. Но у него шансов на выигрыш не было. Но он старался выиграть, но не повезло ему. Мы, кстати, встречались с ним довольно много. Это наша, наверное, восьмая или какая-то партия подсчет. Почему-то все время я на него попадал. Так, ну что тут у нас? Время вышло, и ничего, я проверяю, я проверяю. Сейчас проверяю. Вдруг выскочит. Ну, вдруг. Уж полночь близится, а Германа все нет. Ну, вдруг выскочит. Ну, вот я смотрю просто... Я смотрю в этот список, и начинается опять с этого хавицера, который вот этот вот бронебойными снарядами... О! Пошло! Появились, появились. Пошло. Слава им, господа. И шахматы Фишера начинаются. Е2, Е4 сыграл Грищук белыми, но расположение фигур, конечно, совершенно чудовищное. И сейчас Магнус будет разбираться. 5 плюс 2. То есть здесь неторопливая, серьезная борьба. Так, про рокировки вам напоминаю. Дело в том, что если ладьо потом вывести с Ф1, то белые могут пойти в ладья Х1, Ф1. Заканчивая рокировку. Также можно рокироваться и в длинную сторону. Главная идея рокировки в шахматах Фишера, чтобы получилась нормальная послерокировочная позиция короля и ладьи. Если вы берете все с первого ряда, то можно короля на Ц1 и ладью подвинуться в 1 на Д1. Ну, это мало реально, но бывает. Кто его знает. Шахматы же дело такое. Вот конь на Ц1 образовался такой, любопытный. Ну, общая канва большинства партий, гроссмейстеров, очень простая. Шахматисты с первых ходов пытаются получить человеческую шахматную позицию. Вот сейчас белым надо кони как-то развить. Там конь Д2, конь Ф3. Конь на Ц1, конечно, надо вызволить. И после этого какие-то шахматные очертания могут возникнуть. Я думаю, что белые собираются атаковать ходом Ф4. Но вот конь Е7 приводит коня на Ж6. Конь с Е2 поддержит Ф4. То нужно играть как в испанской партии в антиберлине. Поэтому было сыграно Б3 и Д3, чтобы слона на Ц3 поставить. Но он сразу вообще Ф4 пошел. Правильно, не дожидаюсь коня на Ж6. Объективно говоря, я не совсем согласен с тем, что это... Я согласен, что большинство людей так играет, чтобы получить нормальную позицию. Но я не согласен с тем, что это правильная стратегия. На самом деле, мне кажется, что нужно начинать думать с первого хода и пытаться использовать преимущество выступки. А я имею в виду психологию человека, который привык к неким таким опорным точкам, типичным позициям, привычным структурам и расположениям фигур. Особенно в Блице нет времени вот так всерьез вникать. А у Грещука есть? Грещук может. Если кто-то может, то Грещук сможет. Конь Е2. На Ф4 брать не лазьёй, а конюм. Отличная идея, кстати. Ну что, Ж5, королевский гамбит. Опасно на Ф6? Ну, слон на Ф6, да. Ну да. Учёных есть один недостаток очень важный. Ферзь на А8 вообще не участвует. Вот это правильный мощный ответ по центру. Но я думаю, что надо взять на Ф4 в ответ. А на Е6 же отправиться? Ну, так сразу на Е6 не ворваться. Но я думаю, Белый не боится изолированной пешки. Она будет хорошо поддержана. Ну, сейчас конь Д2 можно сыграть. Конь Д2. Слон с Д8 не вошёл пока. Не уравнял. Не уравнял. Магнус не уравнял здесь. Позиция у него хуже, откровенно. Другой гон приходит на Ф3. Ферзь куда? На Ж4. Но это тоже выпад ещё тот. Но Белые сами могут сыграть А3, слон Ж4 сейчас попробовать. Этого Ферзя ещё используются. Любопытный манёвр. Правда, Ферзь успевает перескочить на Д6. То есть идея чёрных заткнуть ходом Д4 и как-то, ну, выключить из борьбы вот Слона и Ферзя, разумеется, в первую очередь. Вопрос сложный. Конечно, можно сыграть А3, Ферзь Д7, слон Ж4 и на Ферзь Д6 пойти просто Конь Ф3. Приглашая противника к размену на Е4. Я думаю, это изолированная пешка может быть. Но, правда, там есть какой-то Ферзь Ц5 шаг. От него неловко защищаться. Не знаю, пойдёт ли Саша А3, я не уверен. Ну вот сейчас, по мере того, как вскрывается центр, всё больше вопросов к ладьям на А8 и на А1. Они не участвуют в борьбе и надо каким-то образом их вызволять из этого состояния. Белом бы идеально пойти ладья Ф2, а потом закончить короткую рокировку ходом ладья Х1 на Ф1 для давления по линии Ф. Согласен. Я не знаю, есть ли время на это. Так, вместо этого был сделан агрессивный ход КНЖ5 с откровенным намерением хлопнуть там где-то. На Ж6. Ну, на Ж7, в районе там. Придётся, может быть... Ну, можно, наверное, попробовать пойти КНЖ6 и пытаться... Но это можно не пережить, эту атаку. Всё равно КНЖ7 может последовать. Я думаю, что Магнусу придётся взять. Практически правильное решение. Теперь он хочет закрыть... Закрыть этого. Ну, КНЖ3, не знаю. КНЖ3, наверное, можно пойти. Хода Ж6 нет. Но, правда, Слон на Аж5 вне игры. Пошёл бы ты КНЖ3 или нет? Ну, не знаю. Там просто Ж6 есть. Ну, Ж6-то можно и бить на Ф6. Там можно повеселиться немножко. А можно сначала... Ну, хорошо. КНЖ-то и ход очень ответственный. Я бы всё-таки ладьями занимался. Ну, Ладья... Что за тьмёт сейчас тогда? Ну, правда, потом можно... Ну, так и ясно было, что Магнус на это... Теперь задача белых напасть на эту пешку и, может быть, её выиграть. Можно ли это сделать примитивно, взяв... Взяв спокойно на Ж6 сейчас и сыграв КНЖ3, выигрывает эту пешку или нет? Ну, там Слон Е7, Слон С5. Там можно где-то за качеством на Ф2 зайти. Это неприятно было бы. Это очень важное замечание. Но, правда, наверное, не выдаётся выиграть качество. КНЖ на Д4 будет подкреплён пешкой с С3. То есть, всё-таки пешку-то белые выигрывают. Я не знаю, насколько это... Но вместо этого очень позиционная игра. Ну, собственно, хочет поставить Б4 и расшириться на ферзовом фланге. КНЖ на Б3 может пойти, Ферзь на А2 может выскочить. Нормально. Шикарный ход А3. Ферзь А2 возможность тоже. Шаг может оказаться неприятным. Вообще, преимущество двух слонов. Я думаю, белых плюс. Что бы там ни было. В этом положении. Но когда белый ладья покинет поле АШ1, это станет особенно явным. Опять логичный зажим, чтобы Б4 не так просто было сходить. Хотя, честно говоря, жертву пешки на Б4 в вариантах, в осложнениях всегда может случиться. Может состояться. Поскольку потом на С2 будет бить нельзя. Наверное, скорее всего. Мне кажется, там просто белые выигрывают. Если сейчас пойти Б4, и черные два раза возьмут, слон бьет Д4, и здесь бить на С2, мне кажется, плохо. Но вместо этого рокировка была исполнена. Вот это ваша рокировка. Больше рокировок у белых в этой партии не будет. А у черных еще может быть. Может быть, слон Е7? Слон Е7 надо как-то подтягивать еще бойца. Но вот у черных-то ладья на АШ8 остается, как у Кор. Да, нет коня на Е5 поставил. Да, на всякий случай. Ну, после всего она сыграно, да. Спора нет. А вот теперь вот этот вот заготовленный... А здесь, знаешь что? На Ф7-то уже не защищается ни ферзь, ни ладья. Слон на АШ5 вроде бы тупая фигура, но контролирует важное поле. Уже где-то ферзь А2 шаг будет неприятный. Очень неприятно, потому что конем на Ф7 возвращаться страшно противно. Черным все-таки, может быть, стоило пойти слон Е7 с идеей подготовить. Но длинную рокировку они делать не могли тогда, поскольку конь на Ж6 защищал поле Е8. Ну, сейчас можно ход Ж6 включить. Все-таки король на Ж7 пойдет, наверное, ничего страшного. А потом уже бить на Б4. Пойдут ли белые Б5 в ответ на это? Выигрывают поле Ф5? А может быть. Я думаю, что слон Д1, возможно, такой ход вкратчивает. На С2 защитили, хотим все-таки дальше Б5 и на Д4 есть. Ну, посмотрим. Вполне возможно. Но на Ж6 тоже и Б5 возможно, поскольку взятие на Ж5 сдает поле Ф5 по полной программе. Угу. У белых приличная компенсация. Это сдвоенная пешка. Ну, кому она там нужна? Не знаю, что будет после Ж6, Саша, решать. Пока еще Магнусу надо разбираться. Со временем, ну, вы все видите, что со временем происходит. Партия очень сложная. Сейчас начнут ускоряться. Ж6 сыгран. Я думаю, слон Д1. Надо быстренько сыграть. И пускай соперник дальше думает, что делать. Да, так и сыгран. Дело в том, что этот слон, как ни странно, может сам на Б3 где-то оказаться. После осложнений. Ну, дело в том, что С3 подорвать не так легко. На Д3 все-таки провисает капитально. Черным, я думаю, что нужно Б5 остановить это. Может быть, разменяться на Б4 и пойти Б5. Конь очень важен. Когда черный король встанет на Ж7, тогда С3 будет тоже возможно. Хотя, конечно, вот с пешкой Д3 надо разбираться. Тут я согласен. В этом самая главная проблема белых. Иначе у них было бы все вообще шикарно. Хорошо. Но пока хотим сыграть просто КМБ3, побить на Д4. Если смотреть сейчас на текущую ситуацию, хотим КМБ3, КМБД4 и далее по списку. Это правильно. Ну, да, наверное, так он решился взять. Но это интересно. Значит, начинается у нас пешечное какое-то несоответствие. У белых есть центр, у черных есть неизвестно что. Угрожает слон Е5 со сдачей немедленной. Тяжелая позиция ученых по виду. Сейчас центр покатится. Значит, защищаться, может быть, слоном с Е7. Но это защищает ли вообще? Ну, можно просто на Е5 отгрызть пешку, там, ферзем выскочить. Как минимум, да. Может быть, что-то более решительное, где-то связанное с ходами С3 и слон Б3. Надо посмотреть, подумать. Вот там это может быть довольно опасно, да. Ну, я не знаю, слон Е7 трудно. Ну, все-таки сыграно, а что еще было делать? Ну, не от хорошей жизни. Тут приходится делать, возможно, единственные ходы. Вот уже пешку на Е5 можно отгрызть, но там черные поля образовываются немножко. Ну, хотя, очевидно, поскольку черные не успевают аркероваться. Ну, на данный момент они не успевают аркероваться. Да, просто без ладьи сейчас на Аш-8. Ну, ладья на Аш-8 реально не участвует в борьбе. Если размен произойдет на Ф-2, то можно прыгнуть с Аш-8 на Ф-8. Не нужно это забывать. А там разве не действует кодекс, если битое поле же? Где битое поле? Ну, если ладья по вертикали Ф у белых стоит, контролирует пункт Ф-8, я не уверен, что... Вот это интересно, но поскольку король уже прошел, возможно, что это нельзя по кодексу. Это сложный вопрос. Дело в том, что когда... Как проходит король... Ведь король уже стоит на Ж-8, то есть мы его не двигаем. Я предполагаю, что в длинную сторону черные не могут окрываться при открытой линии Ф. Но, может быть, я не прав. Все-таки я внимательно это не изучал. Но пока Саша много думает очень, и остается у него 25 секунд. Ну, ищет форсированный выигрыш. Взял на И-5 сразу. Ну да, которого не было. Если он будет, то он будет связан с какой-то момент... Так, размен-размен. Ну что, просто... А, взял на И-8. Выиграл просто. Просто выиграл сразу. Ну что, это было довольно убедительно исполнено. Нет, переиграл. Просто переиграл соперника Грещук. И с самого начала партии нашел такой хороший методичный план и провел его очень достойно. Пока Карлсон не проснулся. Видно. Да, расстановка коня на С-6 оказалась неудовлетворительной, поскольку он закрыл ферзя и слон на Д-8 не вошел в игру. Грещук оставил гармонично. Так, что у нас происходит? Почему не играют? Эта партия наглядно показывает, чем силен Грещук. Он просто очень сильно играет в шахматы. Вот начинается следующая партия.